Всем привет дорогие друзья, с вами Фёстон, мы продолжаем играть в странник времён, в survival RPG, 45% у нас прогресса и остановились мы на очень интересном месте. Почти половину игры, да, прошли? Ну почти, да не почти, всё-таки 5% это немало. Так, ладно, нам надо разместить клетки и, наверное, бежать, да, отсюда сразу. Бежим! Интересно, если я хоть на секунду остановлюсь, она меня порвёт на части, нет? Могу я с ней сражаться? Я с ней могу, ребята, я могу с ней сражаться. Я думал, она мне просто за раз голову откусит. Эй, погоди, я застрял, вы сражаетесь с головарём, вы не можете, а я не могу двигаться. Я, я хотел просто, ну как бы, вы поняли, да, я вижу, что у меня не успевает еда откатиться. И что я такой, типа, я пытался отбежать, но я отбежать не могу, но я был не готов к такому результату, понимаете, да? То есть я не думал, что так будет, поэтому я замешкался, я просто потерялся. Я такой, а, убегай, убегай, почему ты не убегаешь? Нам нужно отбежать, полечиться. Так, ладно, мы, значит, у нас есть, ребята, вот такие замечательные эликсиры. То есть они нам сейчас, я так думаю, помогут одолеть босса. Три штучки у меня осталось. Я, видите, я предусмотрительно, что я их не стал тратить. Хотя, ну, как бы, их получить можно сколько угодно, их дают за просмотр рекламы, сам ты их не скрафтишь. Но вот когда-то я посмотрел маленькой рекламы. Давайте мы сейчас маленькой яйцей ещё съедим, чтобы вот у нас прямо с максималки хп начинать этот бой. Но мне кажется, мы там и так уже половину этого босса снесли, да? А, типа пофиг, сколько мы ему снесли, мы его должны одолеть за раз. Ладно. Пьём эликсир на минималках. Вот таких боссов только с этими эликсирами, похоже, и сносить. Пьём эликсир, ну и всё. Отлично. Но хотя, с другой стороны, я всё-таки, я всё-таки надеюсь, что даже там, может быть, с лососем можно было как-то победить. Новый предмет, известняк. Ага, здесь известняк. Я, кстати, знаете, я вот об этом думал. Ну, смотрите, мы подобрали известняк, у нас нового крафта не появилось. Но я вот вчера, когда доснимал это видео по этой игре, я думал, у нас песок появился, да, в игре. И у меня была следующая мысль, что из песка, ну что из него делают? Либо стекло, либо потом я подумал, точно, нам же нужно это, типа цемента, бетон сделать, стальная тарелка. Я подумал, что как раз с помощью песка можно будет сделать вот этот бетон, наверное, и там перегородить путь лаве. И у нас появился какой-то крафт с этой новой тарелкой. База камня-дробилки. Стальная тарелка, стальная, короче, мы вот эти три предмета, которые собрали, мы теперь можем собрать дробилку. И в ней мы, наверное, уже сможем... Блин, у нас бревен не хватает. Да что ж ты будешь... А где бревна-то брать? Здесь можем водички налить? Ладно, неважно, наверное, наверное, неважно, где брать бревна. Давайте мы просто скрафтим ее за алмазики. Я вот в прошлой серии, я промечиваю, алмазы тратил на алюминиевую руду. Перед использованием камня-дробилки необходимо установить ее, размести ее к северу от своей кровати. Понял? Сейчас так и поступим. И поэтому в этой серии я, ребят, заранее, перед тем, как снимать вот это видео, я заранее пробежался и алюминиевые руды собрал. Но лучше бы я это сделал вчера, да? Потому что алюминиевую руду на самом деле было очень легко достать, в отличие от всего остального. Я бы мог и не тратить на нее ресурсы. Камня-дробилка позволяет дробить камни и другие предметы. Они работают как костры. Нифига себе, какая дробилочка прикольная. Ну и что, что можем подробить? Можем, наверное, камни подробить. Дробленные камни и известняковая пудра. Мне следовало задержаться в той локации и побольше известняка собрать. Ведь понятно же было, что нам еще пригодится. Так, ну давайте, допустим, я 10 камней раздроблю. Ну и известняка у меня тоже десяточка есть. Давайте всю десяточку и раздробим. И посмотрим, что у нас появилось в крафте с дробленными веществами. Я теперь могу еще известняковую пудру сделать. И уже могу делать и цемент. А для пудры нам нужен... Ну, пудру-то я уже сделал. Цемент. Или, погоди, я... Это прямо пудра? А я, по-моему, делал что-то вроде не пудры, а там дробленого известняка. Нет? Я загоняюсь? Ладно, допустим, загоняюсь. Ладно, что для цемента нужна? Пудра? Да, именно пудру я делал. Все нормально. И у меня на две штучки хватает. На большее, к сожалению... А, его прямо надо у костра делать, да? Давай. Теперь я могу делать бетон. Для этого нужно... Один... Так, так, так. Один цемент, одна вода, дробленые камни и песок. Вот, вот, ребята. Я прям как в воду глядел. Я же знал, что мы сможем это крафтить. А чего не хватает, чтобы... А, нам воды не хватает. Слушайте, нам в пещеру явно нужно подвезти водопровод. Потому что за водой далеко ходить. Ну, ладно, я думаю, я сейчас за кадром сбегаю. Я еще там воды наберу. Я просто скрафчу побольше бетона. И я хочу известняка собрать. Я зря оттуда улетел рано. Но все равно нужно будет собрать побольше. Но смотрите, я уже могу делать бетонную стену. Ну, чуть-чуть бетона не хватает. А этой бетонной стеной, я уже знаю, мы перекроем поток лавы и дойдем там в пещерах, дотуда, докуда хотели. Так, вот, ребят, мы в той самой пещере, где нам нужно было перекрыть поток лавы. Нам здесь понадобится бетонная стена. Я уже сходил. Я еще больше известняка добыл. Я теперь могу целых две стены скрафтить. Но давайте пока что скрафчу все-таки только одну. Будем по мере необходимости их делать. Вот, отлично. И теперь у нас вся лава высохла, и мы можем здесь пройти. И как высохло, скажем так, затвердело. С этими ребятами вообще лучше не драться. Я не знаю, их лучше обходить. На самом деле, если хочешь экономить ресурс. Я, кстати, забыл рыбу новую скрафтить. Давай сейчас попробуем прорваться. Прорваться. Вот, отлично. С ними лучше не драться. От них лучше прорваться. Так, здесь у нас еще один поток. Ну, вот, собственно говоря, хорошо, что у меня сразу запас на две стены. Я надеюсь, что там сейчас прямо вот где-то сразу третью крафтить не придется, потому что на третью у меня, наверное, с собой ресурсов нет. А, нифига себе. Это еще один босс, да? Он какой-то здоровый парень. Так, давайте я подготовлюсь к бою. Подготовлюсь с помощью яиц. И, наверное, сначала вот этих мелких, да, надо тут одолеть, чтобы они не мешались. Так, и теперь готовим. Ну, наверное, будем жрать. Блин, а эти они быстро, смотрите, они так быстро воскресают. Они будут нам мешаться. Ну, они погибаются на удара с другой стороны, да? Ладно, погнали. Мелких сразу убиваем, чтобы они нам не мешались. Они с одного удара мрут, но, наверное, отнимают хп прилично, скорее всего. Все, у нас эликсиры закончились. Я, скорее всего, от этого босса также не могу убежать, как от динозавра. Пожалуйста, убей его. Пожалуйста, убей его. Пожалуйста. Надо есть по откату еду. Это самое главное. Ну, в принципе, он вроде не так много мне урона наносит, и я успеваю, да, отхиливаться. Вот с динозаврюхой я не уверен, успел бы я отхилиться с помощью лосося или нет. Но здесь мы успели. Отлично. Мы еще повышаем наш максимальный запас здоровья. А тут ничего точно? Ничего больше нету, да? Вот так вот это подземелье выглядит. И, я так понимаю, мы сейчас выберемся в горе еще чуть-чуточку выше. Так. Здесь мы сейчас еще разочек по кругу пройдем. По кругу пройдем. Тирать дактиль и побьем. Потому что они не дадут пройти нормально. Молодцы. Хорошо выполняет свою работу. Кроме вот этого парня он не справился. Ну, ладно. Если бы постараться, можно было бы всех обойти. Ну, иногда проще подраться, чем, знаете, кружить вокруг них. Все, отстаньте вы все от меня. Так. Так. Ну, и где-то здесь я атомную бомбу, да, должен разместить, я так понимаю. Ну-ка, покажите мне карту этого места. Вот здесь небольшой неисследованный кусочек. Ну-ка, можно я просто чуть-чуть подойду, потому что мне не нравятся эти черные пятна на солнце. Но, я так понимаю, они хотят, чтобы я вот сюда, наверное, пришел и там поставил атомную бомбу. Или что-то вроде того. Или вот здесь ее сбросил. Да, вот здесь просто сбросил. Отличная работа, Олег. Давай быстрее убираться отсюда, пока он не взорвался. Слушай, если ты такой мастер, телепортироваться везде, что ты сам не телепортировался туда, на гору, и не поставил ее сразу? Что-то не так. Хронология не восстановлена. Злодей опять изменил историю. Кажется, мы уничтожили динозавров, но сейчас везде много драконов. Я отправлю тебя в Средневековье, чтобы убить двухголового синего дракона. А тем временем, я продолжу искать, кто в этом виноват. Средневековая Одиссея. Я нашел этот заброшенный дом. Ты можешь его использовать. Постарайся найти синего двухголового дракона и убить его. Будем надеяться, что это изменит историю. Также у них здесь другая валюта. Они используют золотые монеты. Ты можешь обменять зубы на золотые монеты в таверне, к западу отсюда. Сейчас я собираюсь найти злодея. Так, ну ладно. Он там ищет свое дело, а мы пока что, я так понимаю, днем я могу спать здесь? Вот, кстати, что самое крутое, вот в старых веках, вот когда я в пещере жил, в первобытной, там можно было спать днем. Вот уже в цивилизованном обществе спать днем нельзя. Они такие, вы что, это не цивилизованно. Так, ну у меня неплохой дом, да? У меня есть тут, во-первых, у меня есть огород. Так, а где водички? По идее, там где, там где огород, там обычно рядом можно водички набрать. Но здесь, здесь нельзя, здесь только рыбачить. А, вон там, наверное, пресные воды, да? Здесь можно набрать воды. Да, отлично. Я, кстати, скрафтил сразу запас ведер. Кстати, давайте послушаем, какая здесь музычка я. А, здесь обычная музыка, такая, какая везде. Ну ладно. В пещеру пока не пойду. Хочу просто здесь осмотреться по местным лесам. Тут, блин, много каких-то новых товарищей. Какой-то пень ходячий. Ага, с него прям монеты падают. Отлично. Там монеты нам, наверное, еще пригодятся. Но если что, мы всегда можем еще зубы на монеты обменять. Похоже, нам здесь это придет, пригодится. Древесная зола. Новый предмет. Так, я даже давайте прямо вот сейчас крафт не буду смотреть, что там нового появилось с этой золой. Потому что, может быть, я что-то сейчас еще с пиявок смогу выбить. Мы, короче, сначала тут осмотримся. Может быть, у нас больше появится ресурсов новых для крафта. А потом уже будем смотреть оптом, что мы можем тут крафтить. Так, здесь можно порыбачить, но рыбачить я не хочу. Интересно, будет ли еще более крутая удочка и какое-нибудь место, где можно рыбачить. Например, может быть, из лавы какая-нибудь крутая удочка, с которой можно будет рыбачить из лавы. Было бы круто. У нас тут какой-то прям замок под боком. Но мы сначала изучим эту часть карты. О, здесь какой-то лучник. Робин Гуд, наверное, местный. Робин Гуд, это ты? Признавайся честно. Робин, привет, путешественник. Что ты делаешь в лесной глуши? Как видишь, я не могу себя показывать. Поэтому мне нужна твоя помощь. Мне нужно раздать деньги. Да точно, ребят, это Робин Гуд. Раздай их пяти людям, о которых я скажу, и вернись ко мне, когда закончишь. Я поделюсь с тобой небольшим количеством золотых монет. Кошелек с деньгами. Отлично. Мне, наверное, сейчас надо будет... Я, короче, буду, я так понимаю, выполнять поручение Робин Гуда в городе. Ну, я не про конкретный этот квест. Я в целом говорю, что, наверное, это только первый квест из какой-то цепочки. Так, здесь у нас... Блин, я хотел сказать, здесь какое-то интересное... А, погоди. Слушай, ну мне... Может быть, я потом смогу как-то здесь пройти? Может, там, я не знаю, накрыться зонтиком? Я без понятия почему. Ну, сейчас там нельзя пройти, а я думал, я такой... Какой-то крутой секретик нашел. Ну, может быть, позже можно будет там что-то соорудить и пройти. Вообще, давайте посмотрим на карту. Ну, явно как-то на тот берег можно будет перейти. А мы сейчас, я думаю, вот здесь, вот здесь по краю и сходим в город. А, ну еще у нас здесь есть пещеры какие-то. Пещеры тоже можно сходить, осмотреть. Интересно будет. Пиявки какие-то бесполезные. С них вообще, да, ничего не падает. Прям не то, что мне не везет, а с них вообще не падает. Так, ночью здесь летучие мыши. Ну, давайте с одной подеремся, но обычно с ночными монстрами лучше вообще не сражаться. Потому что... Ой. Так, ладно, пойдем отсюда. Ночью можно, знаете что? Ночью можно... Ночью можно убрать звук и сходить в пещеру. Убирай звук, потому что здесь в пещерах Ютуб жалуется на... На жизнь, в общем, он жалуется. Так, новый предмет. Железная руда. Ребят, отлично. Я уже предвкушаю железную броню, железный меч и вот это вот все. Так, еще здесь в этой пещере обитают слизни и пауки. Так, где руда? Давайте сейчас по стеночкам побегаем, поищем. Благо тут пещеры не широкие, поэтому не надо много там куда-то, знаете, сильно влево-вправо отклоняться, чтобы что-то найти. Просто так быстренько везде побегал, пробел, поспамил и все найдешь. Так, здесь еще что-то есть. Здесь довольно быстро восстанавливается руда. Так, а здесь у нас пауки. Ну, давайте пауков тоже побьем. Мне кажется, у меня не так, чтобы прям много паутины было. Здесь, смотрите, здесь сразу все виды. Здесь как бы и олово, и железо, и что тут только нету. Так, ну я думаю, я сейчас какое-то время задержусь в этой пещерке, чтобы поискать руду. Просто, мне кажется, нам сейчас понадобится какое-то приличное количество руды, чтобы накрафтить много всего. А, ребят, ну ладно, суровое право до жизни в том, что... Ну, это даже хорошо. Здесь железная руда не восстанавливается. То есть, сколько здесь было спрятано, столько и есть. Я уже тут просто побегал по кругами, туда вправо, влево сходил. Здесь она, ну, действительно, она не появляется новая. Вот сколько мы собрали, столько ее в этой пещере и было. Но это даже хорошо. Мне такой расклад больше нравится, потому что обычно в таких случаях ее дают вот прямо ровно столько... Кхм-кхм. Ровно столько, сколько нужно. Так, ну я предлагаю сразу, знаете, куда отправиться? Сразу отправиться домой, потому что, я так полагаю... У нас там есть, да, какой-нибудь костерочек? А, да, у нас есть камин. Вот, потому что нам, наверное, прямо у камина сейчас придется крафтить то, что связано с новой рудой. Что касается выплавки железа, и мы еще можем стекло теперь, ребята, делать. Так, для железа нам нужна ступка, огонь, железная руда. Ну, сколько мы? На пять штук, на пять железных слитков мы нафармили. Что касается стекла, это песок. А, вот, видите, я уже говорил, что из песка, наверное, можно будет, но нам нужна была еще, оказывается, древесная зола. Так, два стеклышка мы можем себе позволить. Что еще у нас появилось? Пила и железный меч. Железный меч стоит... А, нужна крепкая веревка, а для пилы... Для пилы нужна простая веревка. Так, давайте сейчас, короче, разных веревок накрафтим. Что нам только... А, давайте просто сейчас много веревок обычных сделаем для начала, да? Насколько нам хватит? Вот мы сейчас не зря слизней добили. И слизней, по-моему, кроме веревки ничего не делается, поэтому можно их просто всех переработать. Но если вдруг понадобится, то мы еще сходим в пещеру. И сразу крафтим, наверное, штуки две крепких веревки, да? Или, может, три? А на три нам клея не хватает. Ну, ладно. Две крепких веревки. Теперь делаем железный меч. И делаем пилу. Пилу, кстати, похоже, можно оптом крафтить. Может быть, они со временем будут заканчиваться. Но мы с пилой теперь... А, мы можем теперь доски делать. Вот видите, одна пила... Ну, то есть, как бы... Ну, давайте, я не знаю, три пилы сделаем в прок. У нас вроде все есть. Хотя, ладно. Давайте две пилы сделаем. И, как бы, два набора досок. А с досками мы теперь можем сделать мост. Вот, как раз два набора и нужно было. Только нам нужна еще одна... А, или как? У нас две крепких веревки. Да, все в порядке. Нет, нам нужна еще одна крепкая веревка. Я всегда что-то путаюсь, где сколько надо, а где сколько есть. Так, нужен клей. Для клея нам нужна вода, скорее всего. Но, скорее всего, она у меня есть. Мы же тут зачерпывали. Последнюю муку потратил. Так, ну все. Мост готов. Что еще? Еще что-нибудь новое появилось в крафте? Наверное, на этом, как бы, все. Но все равно неплохо. Но, нужно понимать, что, возможно, как бы, нас скоро потребует больше, чем один мост. Кстати, по поводу нового меча. Был у нас вот такой на 10 единиц урона, а этот... Слушай, ну не плохая прибавка. Сразу 13. Ну, там, ладно, там 12, но нормально. Плюс 3, это прям серьезная прибавка. При том, что они обычно тут плюс 1, плюс 2 прибавляли, не больше. Так, ну и мост у нас появился. Да, это мы знаем. Ладно, пойдемте. Пойдемте... Кстати, семян пшеницы у нас случаем нету. Есть маленькая? Давайте посадим, чтобы это... Склеим у нас беда. Сразу бедра восстановим. Маленько я тут даже... А, я кое-что забыл. Хотел сказать, маленько порыбачу. Ну, могу маленько порыбачить. У меня рыба закончилась, ребята. Ну, то есть, у меня как бы 66, но охота, чтобы было больше сотни. У меня как раз есть там наловленная рыба. Мы сейчас, пока пшеница растет, как раз ее приготовим и будем готовы к длительному походу. Так, что с пшеницей поспело уже? Отлично. И пойдемте рыбки приготовим. Кстати, мне нравится место нашего сейчас обитания. Тут так довольно-таки уютно, да? Так, приготовленный лосось нам нужен в огромных количествах. Так, отлично. Теперь, когда у нас готова куча лососей, мы можем отправляться в город. Хоть я не знаю, хоть лососем в этом городе торговать. Кстати, у нас еще ягодка какая-то появляется, да? Но мы с ней ничего... Мы, может быть, можем ее просто так есть. Гречневая мука вместе с сахаром, который можно купить в магазине, дают возможность испечь ягодные пироги, у которых больше... А, смотрите, мы теперь сможем готовить. Гречневые пирожки, ребята. Вот у кого гречка ассоциируется с выпечкой? А ведь муку можно делать из чего угодно. Там, ну, как бы кукурузная мука, гречневая мука. Но я не припомню, чтобы я когда-нибудь где-нибудь ел гречневые лакомства, да? Даже как-то звучит, эй, вы что, гречка? Вы еще предложите мне перловую... перловую булочку. Или какую-то там просо. Ты кто такой? Вы не можете попасть на корабль без пропуска. Ясно. Но это приятная новость. Это значит, что когда-нибудь мы сможем попасть на корабль. Я просто... Я не хочу идти прямо сейчас в замок. Я хочу сначала осмотреться, что здесь есть по сторонам. Так... Рыбий жир можно купить. Давайте я куплю у тебя пять штучек, вот просто, чтобы, ну, узнать, какой крафт есть с рыбьим жиром. А вообще у меня, как бы, монет не особо. Мне надо сначала обменять валюту. Аааа... Смотрите, я смогу делать фонарь. Но мне нужно пять штук этого рыбьего жира. Мне нужно скупить у него весь рыбий жир. Но тогда вопрос с покелами отпадет, я так понимаю, навсегда. Но это надо сначала я зубы обменяю на монетки, и тогда я смогу выкупить весь рыбий жир. Ну, а здесь у нас, как видите, это тупичок. Здесь не пройти. Ну, что ж. Значит, отправляемся в город. Давайте как это, с левой стороны начнем изучение города по краюшку, чтобы ничего не пропустить. Так, кто у нас здесь живет? О, вау, это от Робин? Как благородно с его стороны. Огромное спасибо. Я найду этому применение. Нам сейчас придется заходить в дома разных людей. Я, кстати, могу пользоваться каминами в их домах и отправлять им посылку. Сюда точно не могу зайти? Дверь. Ладно, если закрыта, значит закрыта. А здесь можно налево выйти из города, но я думаю нам... А, здесь, смотрите, здесь вот. Это мост, который мы скрафтили. Мы его как раз скрафтили, чтобы туда отправиться. Но сначала давайте осмотримся в городе. О, это Робин посылает мне деньги. Передай ему слова благодарности. Если честно, я думал, что там будут прямо, знаете, уж совсем показывать там каких-нибудь бабушек в нищете, там, которые, о боже, там, если бы не эти деньги, я бы уже, я не знаю, не было денег купить булку хлеба. Думал, я не переживу сегодняшний день, но я думал, что они прямо будут давить меня. Так, у тебя сундук есть? А, и я серьезно, его сундук достал оттуда деньги? Ты не выглядишь, как бедный парень. Твоя броня не слишком сильна, чтобы ее улучшить, возвращайся, когда будет железная броня. А, понятно. То есть, я могу скрафтить железную броню, а потом к нему прийти ее улучшить? Правильно я понимаю? Ну, я сразу подумал, что этот парень какой-то слишком зажиточно выглядит, чтобы быть бедным работягой, которому нужна помощь от Робина. Так, вот здесь я смогу монеток, да, выменить, я так понимаю. Морковные гречневые семена могу, но я не хочу сейчас ничего покупать. Я могу купить сахар. А сахар я могу где-то добыть? Давайте я куплю один просто, чтобы посмотреть на какой крафт. А, смотрите, никакого крафта не появилось. Но я думаю, чтобы появился крафт, нам нужно сделать гречку вырастить, сделать гречневую муку, и тогда, скорее всего, будет крафт с гречкой, гречневой мукой, ягодой и сахаром. Наверняка. В городе есть хороший кузнец. Он может создавать хорошие брони. Я уже знаю, я его видел, но спасибо за информацию. Кто владеет информацией, тот владеет информацией. Эй, ты иди сюда. У меня есть кое-что интересное. Я недавно нашел эту карту сокровищ, но я не очень расположен к приключениям. Она твоя за 30 кусочков золота. Эй, может быть, на процент от добычи сработаемся, а то вдруг твоя карта фуфло, может, ты сам ее нарисовал. Ну ладно, мы, конечно, купим эту карту, но у нас пока что нету золота. Вот это, может, обменный пункт? Да, точно. Так, ну что, у нас зубов много, давайте. И в этой эпохе нам мы всегда можем обменять обратно, поэтому давайте сразу наменяем там что-нибудь типа 250. Здесь, благо, это, знаете, комиссионный процент не берут, просто игра добрейшая, все, один к одному и все. Давай свою карту сокровищ, показывай, где что есть. Мне кажется, это дорога на водопад, где Робин Гуд, скорее всего. А интересно, мог бы я найти это место, если бы я без карты сокровищ туда пришел копать? Ну просто заранее знаю, где. Сработало бы или нет? Я думаю, наверняка кто-то из моих зрителей знает, так что ответьте в комментариях. Робин дает мне эти деньги, как благородно. Я могу выпить теперь. Слушай, Робин, Робин, ты не тому человеку дал, он все пропьет. Так, ну что, это все, да, что здесь есть? Я думаю, нам надо маленько еще сахарку прикупить, скорее всего, ну как бы на выпечку. Я так понял, сахар я не смогу, да, добывать, только купить. Ягоды там хотя бы я могу. Ну сколько, давайте сколько, вот мы один купили, да, там, ну скорее всего, на пирог два или четыре, там что-нибудь, я думаю, какое-нибудь четное количество нужно. Ну давайте купим еще девять, испекем там, я не знаю, пять пирогов. Не будем на них сильно налегать, в основном будем, наверное, есть рыбу, а пироги оставим для всяких сражений с боссами, вот типа того. Так, а здесь мы, кстати, можем сразу домой вернуться, да, удобненько. Я что-то сразу не заметил, мне казалось, что только снизу вход. А тут у нас гилить, ой, в смысле виселица, какой-то палач. Ты хочешь стать следующим? Тогда уходи. Так, ясно, с палачом шутки плохи. Вообще тут суровое, да, государство. И здесь у нас замок. Так, ну давайте, знаете как? О, я могу в местном фонтане набрать воды, очень удобненько. Я думаю, давайте поступим следующим образом. Мы сегодня в замок не пойдем, мы посмотрим, что в замке в следующем видео. И еще у нас там как бы мост, мы, да, через реку кинули, мы можем посмотреть, что за тем мостом. Сегодня, я думаю, мы тут просто пособираем гречку, вот здесь вот, всякие гречку-ягоды. Желательно тут вообще задержаться, несколько раз собрать. А можно пока пойти это, посадить ту гречку, которую мы уже собрали. Так, у нас пятерочка, блин, одной будет не хватать. Мы эти, как его, перфекционисты, дайте нам еще одну штучку гречневых семян. Есть что-нибудь? Не народились новые? Ну вот, я так понимаю, вот это место, это прямо, знаете, место для приготовления этих новых пирогов. Здесь есть ягоды, здесь есть семена гречки. Единственное, что, ну, как бы сахар докупаешь на рынке, и все, лакомство готово. Можем тут еще маленько, пока гречка растет, рыбы наловить. Ну, как я говорил, я думаю, эти пироги, они, ну, как бы, пойдут для борьбы с боссом, а для борьбы с обычными существами нам как раз будет вполне хватать обычного лосося. Он тоже неплохо восстанавливает хп. Это как раз где-то по дороге туда, на водопад. Так, ну и у нас уже горит, что есть крафт. Ну, я так понимаю, гречневую муку, да, мы можем делать. Для этого нужна ступка. У нас, в принципе, что, одной ступки не хватает. Давайте сразу ступку скрафтим. Да даже, наверное, сразу не одну. Ступки всегда нужны. Можно я сразу скрафчу двадцать одну. И теперь мы делаем гречневую муку. Шесть штучек. А, погоди, ну, ну да. И что дальше? Вот он, ягодный пирог. Нужна ягода гречневая. Ну, как я и говорил, у нас есть, ну, у нас есть гречки на шесть пирогов. Только требуется огонь. А, погоди, ты сразу тридцать шесть пирогов приготовил? Серьезно? Слушайте, ну, эти пироги довольно-таки легко крафтятся. В довольно-таки большом количестве. Если они хилят больше, чем рыба, то это хорошо. Я думаю, я за кадром маленько позанимаюсь огородничеством. Соберу этих пирогов побольше. И в следующей серии у нас уже будет неплохой запас еды, чтобы отправиться в новые приключения. Узнать, что там, наконец, зарыто в этом кладу и куда ведет этот мост. Ну, и нам нужно еще для Робина Гуда еще двух человек найти. Мы еще не были в замке. Скорее всего, они где-то в замке находятся. Ладно, ребят, на этом у меня все. Спасибо за просмотр. И до новых встреч.